Мур, привет друг, это Зверько. Сегодня мы разберем свежего героя. Это Инь, гений единоборств. Гений, гений я! Инь это боец, внутри которого еще один боец Янь. Эээ, то есть Лие. Никого тебе не напоминает? Мне вот вспомнился Итадори Юдзи из Магической Битвы. У него тоже человек внутри, ну точнее демон. На руках у Иня кольца, которые используются для тренировок в шалиньском направлении ушу. Такие кольца ты мог видеть в фильме Шан-Чи. Но будем честными, кольца не оружие. Это утяжелители, которые вдобавок отбивают руки. Тренируя мышцы и привыкание к боли от ударов. Если интересуешься реальным оружием и приемами, заходи на мой второй канал Артем Зверько. Расскажу о нем в конце, а пока давай про навыки. Пассивка. Все просто, как в драке один на один. Инь наносит на 20% больше урона. Если точнее, то это рядом с тобой не должно быть твоих союзников. А рядом с противником, да пожалуйста. Это определяет роль Иня как соло-лайнера. Ну или можно в лес уйти, егерем устроиться. Вы кто такие? Я вас не звал. Первый навык. Инь ускоряется и получает заряженную двойную атаку с усиленным уроном по цели. И врагами за ним. Успешное попадание ускоряет перезарядку. Но не стесняйся использовать навык для перемещения по карте. КД достаточно быстрое. Второй навык. Это прыжок, который оглушает противника. Кроме того, Инь получает снижение урона на 25% длительностью в 4 секунды. Если, конечно, попадешь по противнику. При этом есть визуальный эффект такой энергии вокруг Иня. Отличный навык для инициации. Вот твое первое комбо. Включаешь первый навык, прыгаешь сквозь противника и потом наносишь удары. Есть один легкий способ, чтобы усилить Иня еще на старте. Это купить ему стартовый скин. А чтобы сделать это дешевле, воспользуйся Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего Ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Настало время рассказать об уникальной ульте. Применяя ее, Инь со своей целью переносится на микрокарту в сетку ММА. Да-да, углов меньше, чем в октагоне. Не докапывайте. Тут начинается мордобой один на один по заветам древней Японии на целых 8 секунд. Вдобавок, Инь превращается в Лие, меняет первые два навыка и получает бонусную гибридную защиту. Первый навык – это теперь 10 ударов по земле. Удары мощные и замедляют противника. Начав удары, Лие игнорирует контроль и поворачивается в сторону перемещающегося противника. Второй навык – по-прежнему прыжок, но теперь он немного толкает и враг подольше остается в оглушении. Если ты побеждаешь в такой дуэли, то на карту возвращаешься уже Лие с заряженными навыками. Полная комбинация навыков будет начинаться по уже описанному способу. Заряжаешь первый, прыгаешь вторым, разряжаешь первый и ультуешь. Далее опять оглушаешь вторым, раскидываешь первым навыком. Убивая цель, возвращаешься в общий бой и уже смотришь по ситуации, кто тебя ждет, друзья или враги. Ульта определяет геймплей на Инье. И вдобавок, никто не состилит твой фраг. О ульте и поговорим подольше. Инь идеально уничтожает стрелков и магов в лобовом столкновении. Да еще когда навыки мага на кд – это просто казнь. Также можно защищать свой тыл от убийц, которые охотятся в свою очередь за твоими союзниками. Благодаря билду и бонусу ульты, Лие сложнее убить под воздействием ульты. Поэтому у тебя все шансы закошмарить убийцу. Вражеского бойца лучше перемещать уже ослабленного. Но это пригодится разве что как добивание. Также можно выключить опытного и опасного танка противника. Казалось бы странным, но бывают вот такие ситуации. Твой союзный тигрил стягивает врагов и возмущается, что дамагеры не наносят урон. А ведь он так старается. В свою очередь, за спиной тигрила союзных дамагеров не подпускает какой-нибудь хилос. Чтобы выключить такие качели, забираем с собой на ринг хилоса и даем работать команде. В общем-то, ты решаешь, что будет происходить на поле боя. Сборку придется собирать от пика противника и твоих возможных целей. Берем 2-3 предмета на защиту. Прекрасно подойдет кераса грубой силы и щит афины. Можно укрепиться, взяв древнюю керасу или бессмертие. Из атакующих предметов себя зарекомендовали. Топор войны против тонких противников на ранней стадии игры. Принцип такой. Ты набиваешь 8 стаков на миньонах, прыгаешь к врагу и ультуешь. Даже под вышкой. Если все сделаешь правильно, такая комба станет фатальна для противника. Бесконечная битва. Хорошо поднимают урон для первого навыка вне ульты. Ну и в принципе постоянно срабатывает. Потому что инь дамагер навыками. Длинок отчаяния советую собирать вообще вторым или третьим предметом, не считая сапог. Если надумал взять 3 атакующих предмета, то можно выделить топор кровожадности для исцеления. Длинок семи морей для гарантированно убийства тонкой цели. Но он исключает использование топора войны. Они несовместимы. Но лично меня парит поддерживание стаков войны. Смотри сам, что тебе ближе. Если противник сильно полагается на вампиризм, можешь взять трезубец. В перки эмблем отлично заходят. Второй и третий перк убийцы. Первый повысит урон в бою 1 на 1. А второй даст отхил при победе в такой драке. Еще можно взять вампиризм в навыках эмблемы бойца. Дополнительный навык вспышка. Советы и секреты. Пассивку можно хорошо реализовать, играя через лес. В ульте. Не начиная с первого навыка. Потому что противник будет стараться разорвать ваши порочные отношения. И попытаться уклониться от близости. Лучше начни со второго навыка. И попав по нему, применяй первый. Вход и выход из ульты так или иначе перезаряжает первые и вторые навыки. Именно поэтому лучше сначала применить навыки до ульты. Позиция противника в ульте всегда такая же, как при входе в ульту. То есть, если он был слева от тебя, там он и появится на ринге. Также и при выходе из ульты. При борьбе за лорда можно забирать с собой чужого лесника. Чтобы он не использовал возмездие. Конечно, если ты тоже с возмездием, это будет несколько глупо. Применять ульту на лоу хп, чтобы селиться за счет убийства, можно. Но это должен быть или враг на один тычок, либо лоу скилл противник. Первый навык бьет по линии. Не стесняйся так фармить миньонов на линии. Контрмеры против ине. Это банально бессмертие. Купив предмет. Ты даже погибнув на ринге, вернешься в бой, где тебя могут защитить друзья. Также, играя за подвижного персонажа, после попадания в ульту иня, главная задача уклониться от второго навыка и разорвать дистанцию. Тяни время. Оно твой союзник в этот момент. Для соло игры и для командной инь кайфовый герой. Им играть весело и приятно. Всем рекомендую. Что разогнать напоследок? Свой второй канал я наконец посвятил тому, чем увлекаюсь давно. Фехтованию. Недавно вышел разбор безоружного боя ведьмака против мечей и трезубца. А скоро, внимание, спойлер-алерт, я хочу рассказать, какие реальные фишки используют авторы в аниме Клинок Рассекающий Демонов. Ссылку на канал я оставлю в описании. С тебя лайки лапкой. Удачных боев, друг. Скоро увидимся.